Здоровое питание Конечно, по мне видно Нет, не сложно Нет, потому что каждый день мы едим что-нибудь разное И то, что попадается просто Да, у меня маленькие детки Поэтому мы стараемся Ну, допустим, творожок, банан на блендере Сейчас это все доступно Техника, она продвинута Поэтому мы больше стараемся думать о питании Стараюсь Здоровое питание не тяжело, а трудно Для меня утром обязательно овсянка с фруктами В обед обязательно жидкий суп Ну, а вечером что-то легкое, без мяса Ну, вообще, как бы редко получается Потому что... возьми Потому что у нас часто соревнования И питаемся, как получается Ну, редко вообще Дорогие друзья Мы приветствуем вас на программе Диагноз здоровья Это передача для тех, кто не безразличен к своему здоровью И цикл наших передач посвящен тому Без чего невозможна жизнь человека Это питание Здравствуйте, дорогие студенты Здравствуйте Здравствуйте А какие чувства у вас возникают со словом питание? У меня такие чувства возникли Аж кушать захотелось Чувство такого приятного запаха Какого-то печеного пирога И в животе начинает как-то так приятно урчать Включились рецепторы, заработали Слюноотделение началось Кушать захотелось А какое блюдо нарисовала ваша фантазия? Ну, у меня, наверное, первое, что пришло мне в голову Это жареная картошечка С политым грибным соусом С сыром Еще яичко взбитое Но без лука Не любишь лук? Нет, я лук не люблю У меня что-то фруктовое Почему-то фантазия рисует Говорят, что шоколад понимает настроение И если его кушать каждый день Это будет вообще здорово Каждый день Хорошее настроение каждый день Каждый день А леденцы? А бананы? Бананы тоже понимают настроение Или тортик шоколадный Пироженки с шоколадом Ребята, у вас так много вопросов На эти вопросы мы ответим вам в процессе нашей программы А вы знаете, что если употреблять то, что рисует ваша фантазия Можно навредить своему здоровью Дорогие друзья Если и ваша фантазия работает так же бурно, как и у наших студентов И у вас есть проблемы со здоровьем То наша программа подскажет вам Как от питания получать не только удовольствие, но и здоровье Итак, дорогие друзья Мы сегодня поговорим с вами о питании Отец медицины Гиппократ Который жил в IV веке до н.э. Сказал следующее Пусть ваша пища станет вашим лекарством Другая цитата из его слов гласит следующее Скажи мне, что ты ешь И я скажу, чем ты болен Медицина говорит, что 95% своего бюджета Человек тратит на лечение И только 5% на профилактику Поэтому наша задача Рассказать и объяснить людям Как мы должны быть здоровыми Как мы должны избежать многих заболеваний Потому что вот говорит статистика Что за последние 20 лет Появилось 28 новых заболеваний И вы, наверное, слышали такие как заболевания И птичий гриб, и свиной гриб, и гриб H1N1 Поэтому те заболевания все новые и новые появляются, как грибы Каждый год И мы должны с вами знать, как противостоять Я думаю, что многие из вас встречают Я думаю, что многие из вас встречали вот такую книгу Он говорит мне, как быть здоровым Как выглядеть лучше и моложе своих лет Как заботиться о своей семье И как эта книга, и как эта книга называется, друзья мои Библия Правильно Как 10 лет, 10 лет, 20 лет назад Болезни отошли назад На задний план Ну, я думаю, что в наше время, сейчас Людей, наверное, все-таки больше болеет Чем предыдущие Интересно отметить Посмотрите Каждый год Медицинские институты Выпускают врачей Правда? Технология медицинская появилась намного лучше Чем было 20-30 лет назад А болезни прогрессируют и прогрессируют В чем же вопрос? В чем проблема? Давайте поищем эту проблему Потому что она налицо И как вы думаете, ребята На первом плане Какое заболевание Среди всех заболеваний О которых мы слышим и знаем? Наверное, рак Сердечное что-то Или с желудком С желудком Мне тоже кажется С питанием То, что мы кушаем Вы правильно ответили И сердечно-сосудистые заболевания Стоят все-таки на первом плане Затем идут заболевания Онкозаболевания Сахарный диабет И другие болезни желудка Мы на наших программах Об этом будем подробно говорить Но мне бы хотелось Найти причину Почему все-таки люди болеют Вот вопрос в чем стоит Почему? Какова причина? Мы ответ находим В этой же замечательной книге Послушайте, как гласит этот стих В книге Исход мы читаем И сказал Бог Если ты будешь слушаться Глаза Господа Бога твоего И делать угодное пред очами Его И внимать заповедям Его И соблюдать все уставы Его То не наведу на тебя Ни одной из болезней Которые навел я на Египет Ибо я Господь Бог Целитель твой Где вы в этом стихе нашли Очень важное и ценное повеление Если будете соблюдать все уставы То не наведу на тебя ни одной Делать угодное Делать угодное Внимать заповедям И соблюдать все уставы Воду, где кроется причина Всех болезней человеческого рода Люди нарушают какие-то определенные законы Которые ведут их к заболеваниям В 1992 году Всемирное сообщество Ученых-медиков Выпустило уникальную Пирамиду здоровья Мы так и называем ее Пирамида здоровья Которая конкретно говорит нам Какие продукты самые полезные И в каком количестве В каких порциях мы должны употреблять На это ученые потратили Достаточно времени Чтобы сегодня мы пользуясь Вот такой вот Пирамидой питания Указателем этим Могли сбалансировать свое питание Могли получать Из тех продуктов Которые есть у нас Самое лучшее и полезное Для своего здоровья Вопрос, ребята Скажите А вы когда-нибудь видели Или участвовали Может быть В постройке дома? Кто-нибудь знает А вот с чего начинается строить дом? Ну с угла обычно С фундамента может быть Правильно С фундамента мы начинаем строить дом Для какой цели делают фундамент? Чтобы прочное было строение Основа Чтобы он был прочен Правда? Чтобы не было никаких трещин Чтобы наше здание не рухнуло Нужен фундамент Так вот Фундаментом в пирамиде питания Вот внизу Видите Вот как пирамида стоит Очень крепко Основание Фундаментом являются Зерновые Злаковые И бобовые И даже ученые Почитали В каких порциях Мы должны употреблять Эти продукты После того Как фундамент построен Что дальше строят? Стены Угол Стены строят Несущие стены Правильно В день употреблять Этих порций После того Как построили стены Что строят? Крышу Крышу Совершенно правильно Здесь у нас уже Видите Как пирамида сужается То есть Уменьшается количество Продуктов Которые мы уже употребляем Сюда относятся Птица Рыба Яйца Может быть Молочные продукты И завершает Постройку дома На крыше Что у нас? Антенна Труба Нет, ребята Черепица Шифер То есть Покрытие Так вот Здесь В пирамиде питания Покрытием Являются Сладости Жиры Их нужно употреблять В очень Ограниченном количестве Очень скупо Здесь даже написано А вы мне фантазировали Что пирожные Там Мороженое И прочее То есть Мы эти продукты Употребляем В количестве Очень ограниченном Потому что Они Особая польза Нашему организму Не приносят Мы можем даже знать Какое количество Пищи Мы принимаем Вот даже Ученые Разработали Порции Определенного Продукта Ну вот Например Зерновые Бобовые Сколько мы должны Употреблять Написано Полстакана В вареном виде Это порция А предыдущий Слайд нам говорил Что в день Мы можем съесть Около шести И более порций Это будет полезно И здорово Для нашего организма Например Овощи Тоже Указано В пирамиде Полстакана В вареном виде Или Неполный Стакан Сока Орехи Семечки Четверть стакана То есть Если мы будем Опираться на эту пирамиду И следовать Ее рекомендациям Мы можем быть уверены Что у нас будет Пища какая Сбалансированная Питательная Калорийная Которая содержит И витамины И минералы И все полезные Вещества Вот даже нам Подсказку Говорят ученые Какая же порция Что она собой Представляет Например В день Мы должны съедать От трех До пяти порций Овощей Например Один стакан Нарезанного Свежего салата Или один овощ Весом Сто грамм Например Огурчик весит Сто грамм Можно съесть А сколько в день Можно огурчиков съесть Три Я могу много Много Но много тоже вредно Понимаете Лишнее не надо Она употребляет Столько Сколько положено Нашему организму То есть От трех до пяти порций Ежедневно Мы съедаем И я думаю Что с этим У нас проблем нет Потому что Вы едите Первое блюдо Да Второе блюдо Что мы можем Отнести к овощам Картошка Картофель Правильно Буряк Свекла Затем Морковь Капуста Видите Уже четыре Овощи мы назвали Поэтому с овощами У нас как бы А грибы Совершенно правильно С овощами у нас проблем Как бы нет А вот что касается Фруктов Фрукты говорят Нужно употреблять От двух до четырех порций Ежедневно То есть Одна порция Это один фрукт Весом до 100 граммов Одно яблочко Один банан Один апельсин Или четыре киви Или четыре киви Если ты можешь Себе такое позволить Так вот Если бы мы употребляли Вот то количество Которое нам рекомендует Я уверена Что наша иммунная система Была очень крепкой И могла бороться С любыми видами Вирусов и бактерий Ну вот например Не полный стакан Апельсинового сока Это тоже Своего рода порция Возникает вопрос Неужели вот те Перечисленные Овощи О которых я сказала Так полезны И мы должны их Употреблять В таком же количестве Давайте вновь Друзья Мы обратимся К этой замечательной Книге книг К Библии Что говорится там По поводу Этих продуктов Мы процитируем Этот текст И сказал Бог Вот я дал вам Всякую траву Сеющую семя Какая есть на всей земле И всякое дерево У которого плод древесный Сие Будет вам В пищу Мы видим Бог Как добрый Заботливый отец Изначально Предлагает нам Своим детям Ту пищу Те продукты Которые полезны Которые Укрепляют иммунную систему И дает хорошее настроение Каждому человеку То есть изначально Не было дано В пищу Там мясо Есть Да В пирамиде мяса Не было почему-то Не обратила внимание Вот ребята Мы в нашей программе Дальше услышим Почему мы не едим Или если едим То какую Пищу Мясную Все Фитохимические Вещества А это вещества Растительного Происхождения Они Обладают Защитными Свойствами И где же Они находятся И вот мы читаем Что фитохимические Вещества Это компоненты Которые Находятся Только в Растительной Пище А овощи Фрукты Зерновые Злаковые Бобовые Всевозможные Специи И травы Только в них Находятся Фитохимические Вещества И отвечая На ваш вопрос Мясной Продукции Мясной Пищи Этого Нет Когда мы были В Киеве На медицинской Конференции Профессор Диетолог Винстон Крех Говорил Интересную Мысль Для нас Он говорит Чтобы у нас На столе У хозяек Всегда Была Радуга Что значит Радуга В вашем понимании Ребята Как вы считаете Это на столе Разные фрукты И они вообще Имеют разный цвет Там красный Это помидожка Зеленый Это огурчик И тогда На столе Когда будут Сядь Разные Салаты Будет Вот эта Радуга Правильно И вкусно И красиво Да Совершенно правильно Красиво И уже глядя На этот Салат И утрат Потому что Потому что Не было Растительности На земле Бог Разрешил Употреблять Человеку Пищу Животную Но Так как Он нас любит Заботится О нашем здоровье Потому что Мы его дети А он Наш отец Он дал Не только В пищу Животную Животную Продукцию Но и Разграничил Хорошее И плохое То есть Он порекомендовал Что мы можем Есть пищу Только Животного Происхождения Только полезную Для нашего здоровья То есть Она еще делится На какие-то категории Которые можно Которые не Конечно Какие можно Употреблять Продукты Мясные Какие нельзя И когда мы читаем Эту же замечательную Книгу Книг В первом послании Апостола Павла В Коринфе Мы там читаем Замечательный стих Итак Едите ли Пьете ли Или иное Что делаете Все делайте Как Во славу Божию Не только для того Чтобы подкрепить Свой организм Чтобы получить удовольствие Но чтобы этим Мы и прославили Нашего небесного отца Поэтому он И разграничил Пищу животную На два класса Полезную Для нашего здоровья И та пища Которая приносит Нам вред И несет с собой Множество болезней А какая тогда Ну полезная пища А вот мы читаем В Библии Есть две книги Книга Второзаконие И книга Левит Где Бог Подробно Вы знаете Как для детей Первого класса Написал Какую же пищу Мы можем есть И что для нас полезно Я не буду вам Читать Я думаю Что у вас дома Есть эта книга Вы откроете Книгу Второзаконие Четырнадцатую главу И прочтете Какую пищу Животную Мы можем Употреблять Вот скот Который дал я вам И вам можно есть И идет перечисление Волы Овцы Козы И так далее И в книге Левит Там говорится Какую птицу Мы можем есть Какую рыбу Мы можем есть Те продукты Или то Что принесет нам Пользу И здоровье Больше того Он не только нам Это порекомендовал Небесный Отец Но он еще сказал Следующие мысли Очень важную И серьезную Ребята Я бы хотела Чтобы вы обратили На это внимание Он говорит В книге Левит В третьей главе И в семнадцатом стихе Это Постановление Вечное В роды ваши Во всех же Жилищах ваших Значит Остановимся здесь Это постановление Какое? Вечное Вечное От начала Существования Земли До конца И написано В роды ваши Не написано Что для русских Для евреев Для каких-то Других национальностей А написано В роды ваши Во всех Жилищах ваших И дальше он говорит Никакого тука А вот теперь вопрос Как вы считаете Что такое слово тук? Это жир Тучные люди Какой жир? Совершенно правильно Жир Но какой? Внутренний жир Внутренний жир Вот некоторые хозяйки Чтобы экономно все было Внутренний жир растапливают И делают Такое Смалиц И прочее И употребляют Вот этот тук Так называемый Он не выводится Из организма Он откладывается На стеночках Наших сосудов Образуя Холестериновые Обляшки И тогда человек Если употребляет Эту пищу Со временем Приобретает Заболевания И атеросклероз И сердечные заболевания Которые Будем говорить Очень печально Могут окончиться И дальше он говорит И никакой крови Не ешьте На рынке Что вы можете? Кровляную колбасу Продают Ее есть нельзя Совершенно правильно Мы это не имеем Права есть Не потому что Ну Бог Не хочет Чтобы мы это ели Потому что У него какие-то Свои претензии К этому А потому что Да Он знает Что это вредно Для нашего здоровья Для нашего организма Вредно Я понимаю так Что ваши родители Да Вы же были Когда-то маленькие Ваши родители Для вас что давали В пищу? Самое Самое полезное Самое лучшее Самое вкусное И самое полезное Правда? Мама и папа Никогда не даст Что-то вредное Для здоровья Да Поэтому наш папа Наш небесный отец И для нас дает Самое лучшее Самое полезное Самое целебное И если бы мы Слушались Этих советов Как было бы хорошо Для нас с вами Почем рассказать Одну историю Если вас заинтересует Она Почитайте в книге Даниила Мы читаем Эту историю В первой же главе Там говорится О молодых Людях Я думаю Это были ребята В возрасте Где-то 17-18 лет Когда царь Вавилонский Навуходоносор Пошел войной На Иерусалим И взял в плен Большое количество Жителей Иерусалима Надо сказать Что он брал в плен Умных Образованных И красивых людей Для того Чтобы в его царстве Были кто? Рабы Какие были? Умные Красивые Образованные Видные И вот он Взял в плен И вот В частности О четырех юношах Там идет речь Даниила И его друзей Это ребята Были из княжеского рода Непростые какие-то там Может быть Сельские ребята Которые многого не знали Но взяты были эти ребята Из княжеской семьи В плен И когда они Их привезли в Вавилон Тот царь Хотел их кормить Достойным образом Чтобы они Росли крепкие Сильные Мужественные Умные Он Значит Сказал Чтобы их кормили С царского стола Представьте себе Царский стол Что там может быть на столе Чего там только нет Чего там только нет вопрос Что там могло не быть Все там было Да И вина всевозможная И птица И мясо И тушеное И вареное Какое хочешь Овощи Фрукты Но Даниил Был научен С детства Употреблять Только ту пищу Которую Бог Порекомендовал А какую пищу Бог порекомендовал Изначально Растительную Растительную пищу Да И вот что решил Даниил Обратите внимание Друзья мои Этот молодой человек Он кто? Пленник Правда? Он раб Он имел право голоса Нет, конечно Еще перед кем Перебирать Но мы читаем Даниил положил в сердце своем Что значит положил? Как это взять и положить? Решил, наверное, как-то что-то Да Принял какое-то решение Положил в сердце своем Не оскверняться яствами Со стола царского И вином Какое пьет царь Казалось бы Вот он не захотел Эту пищу употреблять Это такое было Ну Неуважение к царю Правда? И потому просил Начальника Евнухов О том Чтобы не оскверняться Ему этой пищей Но разве там не было Чистой пищи Которую можно было бы есть? Была Была Видите, какой молодой человек Принципиальный Он считает, что он будет Употреблять только ту пищу Которую дал Бог И не брать даже с того стола Где у царя Стоят на столе И все возможные яства И вина И то, что даже неприятно было Смотреть этому молодому человеку Он решил употреблять только то Что Бог ему говорил С детства он был научен И он принял решение Что бы это ему не стоило И когда вы почитаете Эту интересную историю Там говорится о том Что когда через 10 дней Эти молодые люди Предстали пред лицо царя То вид их был Намного красивей Чем вид остальных ребят Ум у них был Намного светлее И острее Чем у других было ребят Они были и умными И красивыми И статными То есть никаких претензий Ни к внешнему виду Ни к уму Не было у царя Дальше, когда вы читаете Эту историю Вы почитаете Она очень увлекательна Кем стал этот молодой человек Даниил Будучи рабом В чужой стране Он стал премьер-министром Только благодаря тому Что он повиновался Всем повелением Нашего Господа И я уверена Что он и не болел Так как болели другие Потому что в то время Тоже были болезни Такие же Как и сегодня существуют Хотя мы говорили в начале Что сегодня Каждый день Могут появляться Новые болезни Давайте обратим внимание На очень важный фактор Который касается Нашего здоровья На функциональные продукты Вот внизу Шесть наименований Продуктов Которые я бы поставила На первое место На первый план Это брокколи Что такое брокколи? Капуста Капуста Но сюда не только Входит капуста брокколи Но мы можем сюда Применять и капусту Цветную И пекинскую капусту И белокочанную И синяя капуста То есть любая капуста Помидоры Ой, я обожаю помидоры Я тоже Соя Или соевые продукты Грецкие орехи Черника И виноград Вот мы остановим Наше внимание На этих продуктах питания И подробно рассмотрим Что в этих продуктах питательного Почему мы должны их употреблять В каком количестве И что они дают Для нашего здоровья Итак Какие же целебные свойства Содержат в себе овощи? Ну, кто-то из вас сказал Что вам нравятся помидоры Обожаете, да? Да Я тоже люблю очень помидоры И когда приходит лето С удовольствием употребляю их А вот скажите Вы никогда не задумывались Когда вы разрезаете помидор Он что там имеет? Сердце Четыре камеры, да? Что это напоминает? Сердце человечество Наше сердце А цвет помидор? Тоже напоминает Есть еще и сорта Особо похожие на хрань Есть еще, называют помидор, да? Вот такой вот Сердечком Он розоватый Да, да, да Он имеет четыре камеры помидор Как и наше сердце А цвет ягодки Семейство посленовых Не только оставляет сомнение Что это помидор Вылитая копия Человеческого мотора Но, как и всегда, мы говорим Что большое количество И овощей, и фруктов Употреблять тоже не полезно Вот ученые подсчитали Что норма Дневная норма Помидор для нашего организма Это 400 грамм Желательно Чтобы мы не меньше съедали Если летний период времени Чтобы мы не меньше съедали Чем это количество указано Итак, ребята Какая норма Употребления помидор В сутки? 400 грамм 400 грамм Это четыре штучки, получается? Ну, смотря какой вес Имеет каждый помидор Они же могут быть и большие Поэтому одной может быть Хватит Но у нас На наших передачах Вы услышите не только о помидорах У нас и о винограде будет речь И о тех продуктах Которые мы перечислили И черника И клубника И все эти продукты И что они содержат в себе Что Бог вложил в эти продукты И что полезно мы будем черпать Из каждого из них Дорогие телезрители Вы, наверное, также любите овощи и фрукты Но что содержится в них Вы узнаете в следующей передаче Диагноз здоровья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok